Здравствуйте, дорогие гребятушки. Привет, AlexFact. Сегодня у нас стрим. Всё. Сегодня у нас стрим. По игре What Remains of Edit Finch, которую заказал Top Support прошлого месяца, AlexFact. Спасибо, AlexFact. Игра поговаривает короткая. Говорят, даже за один стрим пройдём. Но я бы не стал так утверждать. Ну, посмотрим. Я думаю, что мы? Не будем ждать. Что ждать? Погнали. Дорог, Сипи. Дорог, Сипи. Дождался. Ой, подумаешь, 4 дня прошло. Так, я игру запускал. Вроде она сейчас должна сразу появиться. Там сразу игра начинается. Никаких опций, ничего. Появляйся. У меня появился. А, и вот, всё, отлично. Со звуком надо будет вроде как поработать. Наверное, чуть тише сделать. А то мне кричать придётся. What remains of anything? Тише, да, тише. Тссс. Опять передать? Ну, так привет, Иван Михайлович из Самары. Передаёт вам Ксипи опять. Всё время передаёт. Привет. Ну, общую, да? Вот так вот потише сделаем. Должно нормально быть. А, вот здесь можно было нажать на вывод. Сейчас нормально? Блин, мышка медленная. Подождите. Управление, чувствительность. Вот так. Во. Ух ты. Какая-то тряпка на руке. Пало и мыло. Клава забыла тряпку дома оставить. Классное название в облаках у вас. Ну, что за свинья? Ну, кошмар. Вот, вот. Это прям кошмар. Хотя, урны тут тоже особо-то нету. Да подожди ты, я урну ищу. Не, вон стоит урна. Или это стаканчик. Да не урна. Дневничок. О, я сам должен открыть. А теперь тихо как-то. Куда ты листаешь? Обратно перелистни. Я просто хочу начать с самого начала. С дома. А чё речь такая тихая у девочки? Каши мало ела? Ну, давай погромче. Здравствуй, Влад Ленидзе. Эт стрима на три едит, Финч. Не так, чтобы короткая. Да? Ммм. На три это нам подходит. Мой брат Милтон пропал, когда мне было четыре. Это было как, когда дом его просто сгибил. Мой брат Милтон пропал, когда мне было четыре. Дом казалось просто бесследно. Да блин, чё так быстро? Я, я, давай ещё раз. Читай. Читай. Ой, это накьюпли. Кто-то установил ограду из сетки, но похоже я была не первой, кто через неё перелез. Медведи, наверное. А, это на улице мотоциклист. Я думаю, чё за музыка? Для моих ушей прямо-таки. Бегать можно? Нет, приближать туда. На шифт приближать. Это дом такой странный. Я жила тут до одиннадцати лет, но в половину комнат меня не пускали. Очень странная семья. Ну да ладно. Домик какой-то симпатичненький. Симпатичненький. Чё там? Какой свитер модный. А, ну да. В почтовом ящике я нашла счета семилетней давности с пометкой «Срочно». Буквки разлетелись. Ну давай почитаем их. Нет? Окей. У меня тут количко есть какое-то модное. Это груди что ли? Подождите, это груди у меня? Ах! Точно, я же девочка. Блин, клёво. Ну то есть, короче, не просто ноги видно, а ещё и титьки. Это удобно. Быть женщиной. Если у тебя большие титьки, ты даже своего пуза можешь не видеть. Ну типа, как бы, оно будет... Ладно, не важно. Надо было идти к коктейм. А, чё? Я не была здесь со дня похорон моего брата Льюиса. Грустно. Пожди, а там другой брат что ли был? Он пропал и всё? А там как выбрать? Как бегать-то тут? А, Милтон, Льюис. Льюис пропал. Грустно. Два брата и оба так рано ушли. Из жизни. Да, Милтон. Надо запомнить. Милтон пропал. А Льюиса похоронили. Валкин симулятор. Тут не бегают. Честно говоря, это мой первый Валкин симулятор. Я на самом деле ни разу не играл в подобного жанра игры. Спасибо, AlexFact. Это будет у меня первый раз. Шнурки модным фиолетовым. Блин, тоже хочу фиолетовые шнурки. Надо открыть, наверное. Ух ты, как модно. Буковки попадали. Надеюсь, здесь нельзя убиться. Красиво, водичка течет. А прыгать тоже нельзя? Ну ладно. Хотел проверить. Моя мать оставила мне вместе с завещанием ключ, но не сообщила, что именно он открывает. Может, она думала, что я сама догадаюсь? Или считала, что самой этой тайны хватит, чтобы я решила вернуться? Финчи. Я буквки сломал. Так, а что, вниз? Или направо? Финчи куда? Вот мы в обратную сторону пойдем. Пойдем в лес. Брата пропавшего найдем. Рыбу половим. Как медведи. Лапами. И сырой будем есть. Форель. Что-то... Это... Короче, кто-то поленился развесить листовки и просто их выкинул. Ну, классно. Классно вы занимаетесь поисками, господа. Нет, не на геймпаде. На мышке с клавиатурой. Что это? Правда в том, что даже получив дом в наследство, я и не думала сюда возвращаться. Но теперь у меня были вопросы о моей семье, а ответы знал только дом. Странная семья, которая оставляет после себя вопрос. А может быть у нас просто любопытная девочка. В лесу вокруг дома всегда царила какая-то неуютная тишина. Оно словно... Оно словно хотел что-то сказать, но никак не решался. Наверное, он. Лес. Ит. Они в промке переводили частично, походу. А где дом остался-то? Блин, надо будет теперь по тропинке пройти. Интересно, тропинка тоже к дому, видео? Ну, да, судя по всему, тропинка здесь. Смотрите, какой... Дом был в точности таким, как я его и запомнила. И каким он мне снился. Очень странный дом, честно говоря. Основная тайна наверняка вот в самом верхнем, вот этом... В самой верхней пристройщике. Пошли теперь туда. О, олень! Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс. С рогами. Между прочим. Кс-кс-кс. Оленяша. Куда ты там поскакал? Ядрить. Может быть, ему хлеб надо было дать. Или мясо. Я не знаю, чё олени едят. Они падальщики? Правда ведь? Машину сюда очень давно не заезжали. Но я заметила, насколько... Отпечат... Несколько отпечатков колёс. Привет, Битрезин. Пахнет аллергией. Да, походу, что мы туда пошли, что сюда. А вот тут есть... Тут есть, ну, типа... Чтоб чуть-чуть подольше буковки были. Нету, да? Правдень. Перекори. Обычные. А есть необычные. Инверти... Нет, нет. Ну да, видимо, нет. Ну ладно. Копыта не колёс, да? А, ну вот я, это... Не успеваю немножко... Прочитать. Спасибо, Ксипи. Тут так место зазевавшихся охотников и точит. Ну, конечно, на рог поднял такой. Прикинь, удобно, да? На рог поднял, ноги свисают, там... Идёшь по лесу такой ножки, доедаешь охотничьи. Как колбаски, только ножки. Потом обглодал, сбросил, струсил с рогов такой. Всё, дальше доедать. Уже пришёл домой, разложил на стол, на семью. Ешь, сидишь. Упасть нельзя? Нет. Ну, я так проверил. Мало ли, упаду, разобьюсь, сломаю себе что-нибудь. Спину, например. Самое опасное. Между прочим. Надо ли вам эволюционное развитие пересмотреть в сторону отращивания рогов, как у оленя? Ну да. Ну вот просто не совсем удобно. Ты понимаешь, ты какую-нибудь косулю догнал такой, завалил её, придушил. И чё, она вот лежит. И ты вот, то есть, где её завалил, там и должен есть. Не потащишь же ты тушу в 200 килограмм куда-то там, не знаю, буйволокового, поймал такой. Всё, надо есть. Всё, чё делать? Домой же не понесёшь? Придётся семью звать, типа, идите сюда. А пока сходишь за семьёй, пока обратно. Уже гиены растащат мясо это всё. И вроде как оно уже и тухнуть начало. И мухи туда, свои маленьких мушек туда внедрили. Вот так на рога надел, всё, пошёл дальше. Удобно. Удобно быть оленем. А фонариков у меня нету? Привет, Максмит. Ну, в общем, это игра. Ходилка-бродилка. Про семью Финч. Вот, мы только начали, в принципе, что у нас. Девочка ехала на пароме, открыла дневник и переместилась в дневник. К своему дому. Ей вот дом в наследство достался. Она говорит, я должна решить тайны нашей семьи. Пойду ходить по лесу. Жабонька. Нет, нельзя. Это чё это? Голова дракона? Прикольно. Чё я там забыл? Видимо, здесь рыцари жили. В детстве дом вызывал у меня тревожное ощущение, для которого я не могла подобрать слов. Сейчас звук нормальный, ребят? Как бы никто никого не перекрикивает. Эдит Финч меня... Теперь, когда мне уже семнадцать, я точно знаю, что это было за чувство. Дом меня пугал. Ну, вообще, да. Вот, я, например, человек, привыкший жить в квартире из двух комнат, трёх максимум. Я вот к дедушке ездил, мне как-то не по себе. Ну, вот даже раньше, там, когда ещё дедушка живой был, у него чё там, большой зал, спальня большая, там, кухня, прихожая, там, мне всё равно было жутко. Я боялся. Ну, сейчас бы под... Вот под окнами, давайте погромче там музыку под окнами включить, пожалуйста. Ещё свои вот эти вот попсовую шушеру врубят и подпевают. Вот молодцы, блин, лето. Обожаю лето. Надо, наверное, воздушкой обзавестись. Буду злым. Точно! Я, короче, ещё бороду себе в седину целиком покрашу. Или, не знаю, чаще нервничать, она и так почти седая уже, начинает сниться. И вот так... А-а-а-а! Опять со своими музыками приехали! Ба-бах! Вот так буду стрелять. Ну, сегодня, кстати, внука ездил проведывать. Растёт мужик. Машин у него много уже. Программ здесь делать, это не слышно. Хорошо, что он не слышно. Я думал, можно подвести. Надо проверить мусорки вообще. Ну, я как бы проверил бы. Типа, вдруг тут кто-то живёт на самом деле. Ну, прикиньте, вы заходите такой в огромный особняк. Пустой. Вроде как, должен быть. Хлоп, и кого-то случайно встречать. Я бы напугался. Типа, здесь никого не должно быть. Из-за гаража доносились какие-то звуки. Так я только что ходил, ничего не доносилось. Крысы, наверное. Мы серьёзно вот так будем залазить? В 11 лет пролезать в эту дверцу было намного легче. Электричество отключили в ту ночь, когда мы уехали. Ну, внучатого племянника. Я его внуком называю. Двоюродный внук. А давно они уехали? Просто как бы не пылинки вообще. Как будто тут кто-то ходил и прибирался. Лисипедики. О, удочки. Ща рыбалить пойдём. Впервые за несколько лет. Я посмотрел на календарь. Так, кто тут? Эдит. Это то бишь мы. Милтон, Льюис, два брата-акробата. Даун и Эдди. Ну, это, наверное, тоже два других брата-акробата. Один Даун, второй Лопата. В смысле, второй Эдди. Ну, а если серьёзно, то... Это, наверное, отец? Мать? Ну, такое себе имя, конечно, выбрали. Чтоб человека Дауном назвать. Я чувствовала себя дома. Эдди бабушка вроде. Почитаем. А, ну да. Да, скорее всего, бабушка. Ну и Даун. Кто-то. Даун? Даун. Ну, написано-то... А, ну да. Ну ладно, ладно. Тут точно никого нет? Ну, всё равно, как бы, такое себе имя. Правда, от семьи остались только воспоминания. Ядрить у вас посуды. Кошмар. Ёпересэ-те. А, это мама. Доун. Мама... Да. Льюис. 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 В любом памяти. Льюис Финч. 27 декабря 88-го. 21 ноября 2010-го. Брат Эдит. Сын Дон. Великий внук Эдди. Мемориал сервис. Финч Фэмили Сэмметри. А, ну, кладбище. Книжечки-пасудки. Скажем, о том, что только один ресторан соглашался делать доставку в наш дом. Поэтому... А можно еще раз? О том, например, как Льюис начал работать на консервном заводе и вскоре всех уже просто тошнило от лосося. Конечно, кроме... Мамы? Я прослушал. Да не, она просто улыбается. Поэтому, похоже, так... Дайте аточку. Кроме Молли кошки. Блин, почему я так медленно читаю? Надо хоть тогда прислушиваться, что она говорит. Так. Записывайте пока этот рецепт. Будете дома готовить. Бабулям своим и дедулям, у кого еще есть. Ядрить лосося. Тут реально просто жить можно на лососе. Ничего не покупаешь, просто хлеб покупаешь и все. И хлеб с лососем каждый день. Нормально. Удобно. А, человек-сосед. У меня, слава богу, таких пока не наблюдалось. Ну, по крайней мере, они обычно работают вот до 6-7 и как раз к стриму прекращают. Ой, какой же кайфовый чаечек купил тут себе. У нас опять небольшое отступление. Очень вкусный чай. Наверное, даже принесу потом упаковку, покажу. Он, короче, с гвоздикой. К кориандрам-то, не знаю, шмариандрам. Ну, вот, очень яркая гвоздика и очень вкусный чай. И от него рот не имеет, кстати, из-за того, что там гвоздика. Не, ну... На столе был тот беспорядок, какой мы оставили перед отъездом. А Эдди еще и колясочник. О. У него, наверное, рак какой-нибудь или типа того. Кстати, к слову, о колясочниках. Начал тут читать «Дом в котором». Что-то Битрэзен меня как-то не затягивает. Не знаю. Ну, вот, что-то... Вот такое ощущение, что я смотрю вот этот... Есть такой... Такие фильмы по типу «Похороните меня за плинтусом». Вот такого вот жанра. А я их не очень люблю. Они мне такими... Такими грустными кажутся и удручающими. Ты вроде и так себя не очень хорошо чувствуешь. А тут еще и это нагнетает. И ты такой «Господи! Повеситься пойти, что ли?» И вот и книга у меня такое впечатление вызывает немножко. Но я... Но я читаю... Я пытаюсь читать. Я как бы думаю... Ну, ладно. Дальше там. Там дальше наверняка что-нибудь интереснее будет. Скучал чипсы впервые за полгода. И у меня почки скрутило. Оставшиеся полдня ходил скрюченный. Надо водички пить. Конечно, чипсы это... Там, куча соли. Естественно. Что? Где? Будто взорвалась незримая бомба, которая убила живых, но пощадила всю мебель. Да тут как бы... Мебель-то не особо пощадила. Это точно вино? Это не кровь? Или кетчуп? Оооо... Ну да, он... Он болел. Печаль. На вид совершенно обычный дом, но его просто слишком много. Будто улыбка, когда видны сразу все зубы. Классный столик. Своя история была даже у камина. Эдди рассказывала, что на него пошли кирпичи из самого первого затонувшего дома. Эдди рассказывала? Эдди, это же... Так, Эдди... Это бабуля. А это баб... Я думал... Брат Люрис и Монти Пайтон. Просто Монти. Огоньки. А, вот точно. Моя мама была единственной, кто считал, будто прабабушка Эдди согласится жить в доме престарелых. Так, ладно. Будем внимательнее. Надо быть внимательным. Смотреть в потолок. Самый классный визуальный эффект. Какой? Блин, вот такую бы полку я хотел бы себе. Вот такой шкаф большой. Еще так много книг. Уже много пропустил? Ой, да ну. Ты все врешь. Чувак какой-то стоит. А, да. Ну, что-то может быть. Сейчас достанем. У них даже телевизор на книгах. Офигеть. Жучок. Майский. Или не майский. Носорок. А вот это страшно. Скалопендры вообще. Вот я больше всего скалопендров бою. Хотя вот такого вот кузнечика, как посередине встретить, я бы тоже, наверное, напугался бы. Бабочки, ладно. Скорпион. Ну, скорпион как-то, как-то не знаю. Ни разу не видел скорпионов. Вот в среднем ряду всего бы напугался. Просто бы начал пищать, как маленькая девочка, и убежал бы в подвал куда-нибудь, спрятался. Не, в подвале еще больше такой фигни. Продедушка Свен сделал для Барбар музыкальную шкатулку, как и все остальное в доме. Барбара Финч. Она режиссер, что ли? А, да, вот Бигфут. Бигфутный рисунок. Барбара Финч. Про бабушка. А, Барбара? Еще одна? Просто бабушка? Наверное, просто бабушка. Сложно. Мама строго нас так запрещала мне даже заглядывать в подвал, так что меня ничуть не удивило, что ключ не подошел. Ну, да, можно споткнуться, упасть и разбить себе что-нибудь. В лицо, например. Фотокарточки. Фотокарточки. Мама вовсе не была оптимистская, но никогда не теряла веру в то, что мой брат Милтон жив. Ну, я думаю, любая мама так бы делала. Даже оптимистка, не оптимистка. Много чего осталось от того бурного последнего дня. Разве чего они уехали? Ну, ладно, это будет дальше, я думаю. Я теперь смотрю на буковки. Все кнопки это приближение. Шифт, контрол, правая кнопка. Кью. Не, ну вообще, да, фамильный дом все-таки. Хотел сказать, нифига себе у них фотографий. Я потом подумал, ну, для целой семьи с прабабушками, прадедушками, дедушками, бабушками, мамами, папами, братьями, сестрами не так уж и много тогда получается. Ну, и действительно, а так бы стена голая была. Да, все верно, все правильно. А можно посмотреть в глазок? Однажды Эдди сказал мне, что каждый из когда-либо живших Финчей погребен где-нибудь в библиотеке. Что-то подозрительно. Ну, наверх. Я вроде больше ничего не вижу. Здорово, Аксмен Бивер. Привет. А можно на этой штуке? Пойдем пешком тогда. Мама заперла все спальни после того, как пропал Милтон. В отместку Эдди просверлила дверные глазки. Ага. Сейчас увидел, да, спецэффект буковок. Вот это жутко, я бы напугался. Что, акула плавает? Пошли в тот глазок, куда буквы улетели. Они реально все Кельвин. Мой дедушка Сэм на протяжении семи лет делил комнату со своим покойным братом Кельвином. В смысле, с трупом? Или, ну, как... Ныне покойным они имели в виду, да? Ведь правда? Он же не жил... Это было бы странно. Пятидесятый шестьдесят первый? Это... Годы жизни? Кто знает, кто... Ну да, что-то как-то... Странное семейство. Одиннадцать лет! Кошмар. У меня тетя тоже немного жила. Тоже двенадцать или тринадцать лет. Грегори. В детстве я считала, что в любом доме есть дверные глазки и запертые комнаты, куда нельзя входить. Это вообще годик, что ли. Годы жизни. Кошмар. Свен Эдди. Пятнадцатый шестьдесят четвертый, семнадцатый, две тысячи десятый. Бабуля дольше прожила. Девятьсот три года. Одет чё-то... Прям чё-то... Немного. Да. Сорок девять. Пся-дь. Сорок девять. Последний раз, когда я была в комнате Эдит-старшей, мне было десять, и она рисовала мой портрет. Там опять эта... Та же фотография. Воробушки-птички. Воробушки-птички. Птички-воробушки. О. Самый первый дом построил Один, отец Эдди. Я думал, это бог Грома и молнии. И сын у него Тор. Нет, наверх пока не пойдём. Рано наверх. Мы ещё тут не всё посмотрели. У вас книжки повторяются, кстати. Барбара. Сорок четвёртый, шестидесятый. Шестнадцать лет вообще. Барбара целых два года была юной звездой, пока Америка от неё не устала. Когда бы мне не задавали вопросы в связи с семьёй, первым делом обязательно спрашивали о Барбаре. Ну, это, Тор тоже бог Грома и Молнии. А, Один-всеотец, точно. Он, типа, главный там. Да, да, да. Один-всеотец. Всем заветует. И сразу. Классный дом на берегу моря. Или не море. Озеро. Не, ну волны. Как будто прям морские. Ну, может, просто озеро большое. Там какой-нибудь Бигфут посреди озера плюхается, и оттуда и волны. Открытая дверь подозрительная. О, Господи. Тор это мой пёс. Смотри, все тут нет такого, что ты пойдёшь, попадёшь туда, куда пока не можешь. Не, я, видишь, боюсь, что я уйду на чердак, а обратно вернуться не смогу. Я ещё этого боюсь. Типа, вот, видишь, комнатка осталась. Молли. Мне всегда казалось, что мы с Молли стали бы подружками. Вот только она умерла ещё в 1947. Ну, да. Твои бы подружки сейчас было под 70. Под 80, простите. Я часто играла в комнате двоюродного дедушки Уолтера. Вот, тоже двоюродный дедушка. Это вот как, и как бы... Как и я сегодня к внуку ездил. Он тоже, я ему двоюродный дедушка. Правда, у меня в комнате он не играет. У меня злой кот. Наверное, мама порой жалела, что не заперла её. Наверное. Сейчас запрём. Финчи. Подводный дом. Паревозик. О, по лесенке можно спускаться и подниматься. Льюис рассказывала мне о потайных ходах, но я ему не верила. Рассказывал. Нет. А ну-ка, ключик попробуем. Как выяснилось, моя мама хорошо умела хранить секреты. Теперь настало время узнать, чего же так боялась моя мама. Пойдём тогда чердак потыркаем ещё. А то сейчас залезем и не сможем вернуться и чердак потыркать. Короче, получается мы сейчас просто будем по комнатам ходить, да? Наверное, такой вот своеобразный лабиринт будет. Должно быть, мама заперла лестницу наверх в тот вечер, когда мы уехали. Ммм. Ну ладно. Провод какой-то. Его нельзя выдернуть? Оки-доки. Это мы сейчас к Молли проберёмся или нет? Это куда мы попадём-то? На карачках. Рисунком на стене было ясно, что до меня здесь бывал мой брат Милтон. А вдруг он до сих пор где-то здесь? Сейчас, глядя со стороны, может показаться, что у меня был план. Где? Какой? Но я не знала, что за той дверью. Я вообще понятия не имела, к чему всё это может привести. А обратно типа всё? Бумажки. В детстве часто заглядывала в комнату Молли через дверной глазок. Впервые оказавшись внутри, я чувствовала себя так, будто шагнула в картину на стене. Ну, тут довольно-таки миленько. Угу. О, муравьиная ферма! Всегда мечтала о такой. В детстве. Так, ладно, пошли, шкаф потрогаем. У хомяка Молли была крошечная спаленка. В ней даже миниатюрная клетка для хомяка. А, это типа домик хомячный. Хомячный. Прикольно. Фармикарий? Это так правильно называется? Или ты новое слово придумал? Блин, классные игрушечки такие маленькие. Пирожки! А, нет, это... Я думал, кто-то пирожки забыл. Это звёздочка морская. Хм, буду знать теперь. А, ну да, какое-то море, это река. Море горит. Десембар. Десембар. Я чувствовала, что Эдди проводила тут немало времени. Ещё до того, как моя мама заперла двери. Ладно, давай дневник почитаем. Молли Финч. 13 декабря 1947. Другой дневник. Меня скоро не станет, но я хочу рассказать кому-то, что произойдёт. Всё началось, когда мама отправила меня спать без ужина. Я проснулась очень голодной и начала искать, чего бы съесть. Тыкву, может быть? Конфет с Хэллоуина уже не осталось. Корм для хомяка. Совсем высох. Но и... Е... Ещё... Ещё сживался. Как у Линии. Можешь и рыбку съесть. Хотел даже Кристофера съесть, но передумала. Кристофер, что ты сделал с буквами? У меня подозрительно, там ноги шевелятся. Видите, внизу? Жутковато. Да, отойди ты от аквариума. Кстати, да, у меня есть ноги. Это удобно. Ну да. Морскую звёздочку неси. Ещё темно, так ничего не видно. Во. Мам, мне уже можно выйти. Малышку уже поздно. Ложись спать. Блин, они детей запирали на ночь. Чтоб типа по дому не шатались. Можешь муравьей поесть? Муравьей. Ну, зубнём пасту. Ну давай зубнём пасту. Я всё ела и ела. Ела и ела. Бумаги туалетные, может пожелать. Ты ночью я много чего съела. Она же пластмассовая. Птички. Тут я услышала за окном чириканье. И решила поймать и съесть чайку. Эта ласточка возвращалась в своё гнездо. Я её съела. Я потянулась к ней. И вдруг... Я стала кошкой! Мяу. Ой, а теперь прыгать. Наверное, не стоит, да, спрыгивать никуда? А у меня есть лапы? Почему у меня нет лапок? У меня были ноги, а лапок нету. Я была осторожной, но птица очень испугалась. Надо птичку поймать. Мяу. Мама и папа даже не смотрели на меня. Чтобы ты не мог оправдываться тем, что у тебя лапки. А, ну всё, я проверил, короче. Спрыгнуть никуда нельзя, чтобы разбиться. Блин, даже мяукать нельзя. Какие-то деревья так закрученные странно очень. Оф! Оф! Там гнездо. До него никак, да? Я прыгнула и почти поймала её. Она уже начала уставать. Теперь я залезла на большое дерево. Я обещала папе больше не лазать так высоко. Но сейчас мне надо было поймать эту птицу. А где она? Выше? Ох, ёбарс, это чё она забралась-то так? Я съела её! И вдруг я стала совой. Сначала был только ветер. А потом я услышала, как в траве постукивают чьи-то зубки. Я сова. У-ху! А, проверить. Не, я нормально, сова. По-моему, я через дерево пролетел. Ом-ном-ном. Я смотрела на него и представляла, какой он видит меня и мои когти. Я проглотила его целиком. И полетела искать добычу побольше. Да, походу, в той зубной пасте было что-то фехиделическое. Ой. А, всё, всё, я понял. Я случайно нажал. Короче, мы летаем, ищем. Большая зайчиха! Так. Поднимаемся, теперь опускаемся! Пикируем! Я едва подняла её. Давилась и всё равно не могла остановиться. И вдруг я стала акулой! На дереве. А, больно в дерево же! Чёртовы деревья! Какого чёрта вы так встали? Уи-и-и! Ай, мой шарк! Я скатилась с обрыва и упала в океан. И есть хотелось ещё больше. Нифига! Давай съедим Титаник. Ой. 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 О, рыбка. Я хотела толстого, жирного тюленя! Ам-нам. Я откусила ему плавник. И он был очень вкусный. А можно выпрыгнуть? Как? А, не, выпрыгнуть нельзя. Ну, как в фильме Челюсть такой. Здесь есть людей. Которые загулялись по пляжу. О-о-о-о-о! Я иду по следу. По кровеному. Я схватила намертво. Но я была такой голодной, что выпрыгнула из воды. Когда я открыла глаза, всё изменилось. Здорово, Дикей. Спасибо. Я змеюка. Вообще похоже на червя. Интересно, я могу запутаться сам в себе. Это жесть какая-то. Я точно змея? Вообще, эта лапка... Это... Это... Слушайте, это, по-моему, я не змея. Я... Осьминог. Теперь я стала чудищем. И чуяла людей. Птичка. Я что, должен есть людей? Да, типа, я подтягиваюсь с этой лапкой. Да, тентак... Тентакля. Человек. Я была большая, но двигалась очень. Тихо. Надо запить. Кажется, я съел плеер у него. Вместе с плеером. Какая странная зубная паста. Я хотела остановиться, но не могла. Что мы делали с плеером? Ать. Ать. Свяжу себя. Здорово, Дезмонд. Звучит웠ло. Вддям. Писевая, а видимо... Какие вкусные моряки! Хотя нет, это не моряк был. Капитан! Капитан! Люди кончились, но я все еще хотела есть. И почуяла что-то новое там вдалеке. Именно то, чего хотела. Туда я и поплыла. Я ползала по песку и приятный запах завел меня в старую трубу. Серьезно? Так, я запутался. Я была уже близко. Сейчас мы съедим Молли? Как она сама себя съела? Во всех моих животах крутила и урчала. И вдруг я снова стала собой. Я надолго задержала дыхание, но ничего не услышала. Думаю, оно ждет, пока я усну. Но долго ждать оно не будет. Ему нужна еда. И мы оба знаем, что я буду очень вкусной. Не знаю, верила ли я во все это, но я убеждена, что Эдди не успел дочитать. Привет, Сэм Стайл. Как тебе этот дом супер инженера? Гриб крякин. Не знаю. Я только начал играть. А что Элли поверила? Там кошка? Там кошка сидит. Не, я обратно хочу. Я под кровать за... Там... Что, она правда от голода умерла? Ну, либо да, либо ее тентаклис ела. Позднее это станет очевидным, но моя мама никогда не рассказывала мне ни единой из этих историй. Эдди рассказала бы, но мама не хотела ворошить прошлое. Впрочем, когда мы приютили бродячую кошечку, именно она решила называть ее Молли. Так. И... симпатичненько я проводила много времени в комнате прабабушки эдди шрайн скетчис нарисовала пинках луис умер за неделю до нашего отъезда но эдди уже пыталась увековечить его память каждый год иди вязала мне пару варежек как раз когда прежняя снашивалась как-то подозрительно они тут все умирали эдди дала большое интервью о человеке кроте жившим под домом финчи мама была в ярости это странно но я очень долго не сознавала что меня назвали в ее честь эдди младшая путешествие озеро озеро путешествие озерное путешествие озерное рассказывая другим о том что свена убил дракон эдди имела ввиду что на него рухнула конструкция в форме дракона которую он возводил правда она забывала упомянуть об этом а а свен здорово мидс ей было уже за девяносто но порой казалось что она гораздо моложе моей матери она слева вот это это мама до посередине нет рано еще надо по комнате ходить прикольненько из газеты акулка ну да на сайте миссии ее комната была как музей так начнем сейчас опять перенесет куда нибудь не буду трогать вообще круто в комнате а кто это вышел она сама себе вышила барбара молли кельвин сэм волтер даун гусь грегори льюис милтон эдит 2004 вот это яйца вылупились и куда то убежали очень странные буковки шо 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 мурдер проб ого вот это ванная маньяков нету нету яйц первая жена дедушки сэма оставила в доме один единственный след розовую ванную впрочем это было очень впрочем это был очень заметный след о ключ здесь секрет в этой ванной а это коробочка далека в этой ванной есть секрет он не надо лезть за ним в буфет он спрятан в этой книге нет 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 куда ты полезла да мы же еще там не все исследовали в комнате свэн подарил сэму старый фотоаппарат сэм продемонстрировал его и почти не выпускал из рук подремонтировал продемонстрировал глюпый суперман лезь обратно или нет блин я не знаю чем не первую очередь делать еще дверь там просто какая то книжка была я не знал что это коробочки для лекарств асинхронно так фиг знает но вдруг я бы сейчас телепортанусь туда в эту фигню и проснусь в следующей комнате только уже полвека семейство Финчи славится на всю Норвегию своим богатством и несчастьями я сам переключаю Один Финч хоронит последних жертв семейного проклятия свою жену Инги Боргу и новорожденного сына Йоханна семейное проклятие может быть это рак 7 января 1937 года он и его родня прямо вместе с домом пускаются в дальнее плавание в надежде оставить проклятие позади не надо мистер Дезмонд мне говорить почему она медленно ходит если это спойлер тем более за спойлеры баню однако у берегов Вашингтона двенадцатиметровые волны при бои отправляют дом и самого Одина на морское дно Эдди дочь Одина ее муж Свен и малышка Молли выбираются на берег своего нового дома острова косаток Один Финч становится первым кого хоронят на новом семейном кладбище а это дом тем временем его дочь Эдди уже мечтает о новом доме Финчи я читал а картинки не разглядывал и решил поразглядывать все таки что бы ни творилось с этой семьей началось это украшение перо круто один финч и писатель был походу да я заметил про строительство блин что то есть хочется ешь поел вроде кальвин финч сам себя фото селфи делал а я так чё за космонавты о лень милтон он и здесь побывал тоже лазил где попало два брата близнеца наверное поэтому вместе жили комната на два поделена форт сэм форт кельвин я знала что у дедушки сэма был брат близнец в какой форт первым пойдем шли в открытый хотя мне игра намекает конечно что тебе туда общите сюда и нельзя тут моста нету сломали не говорили даже о том что сам дедушка по на мать я не успел что сам дедушка что можно загрузиться что но Субтитры сделал DimaTorzok Думаю, дедушке такие истории нравились еще меньше, чем моей маме О, нифига себе, сейчас в космос полетим Включай в себе канделаки Да я вот пытаюсь иногда, но не успеваю даже Тогда Каким я хочу помнить своего брата Сэм Финч? Вот что я помню, приняв решение, он никогда не отступал Я забыл, как правильно раскачиваться Однажды он сказал, что скорее умрет, чем еще раз попробует грибы Так и было Не, ну смотря какие грибы пробовать На похоронах Барбары мы поклялись, что никогда больше не будем бояться И он не боялся Думаю, Кельвин всегда мечтал взлететь Сэм, Кельвин, победу! Уже идем! И в тот день он наконец-то решился А, я понял Я говорил, что не выйдет сделать полный оборот Ну, вообще, как бы Не скажи я этого, кто знает Эм, мне самому страшно Кельвин, сколько тебя еще ждать? И не будь того сильного ветра Может он все еще был бы с нами Хотя сомневаюсь Думаю, тогда он уже принял решение Че-то страшно Ооо, вот в такую VR-игру я бы поиграл Просто сидишь и качаешься на качеле С такой неимоверной скоростью Именно таким я хочу помнить своего брата Уиииииииие Уау Офигеть Давай Полный оборот Уиииии Так, сейчас цепь закрутится Стопудово Как в тот день, когда он решил взлететь И полетел История Кельвина казалась до странности знакомой. Когда я была младше, сама чуть не сделала в точности то же самое. Сейчас грустно было. Да, да. Немножко странно. Совсем, самую малость. После похорон, Эдди огородила веревкой ту половину комнаты, где жил Кельвин. Туда мы не полезем. А обратно? Не, а что нам? Единственное, что я хотел бы обратно, знаете, куда приползти, где мы первый раз были. Можно ли туда опять попасть? Я что-то попытался, у меня не получилось. Ой, вот это да, загрузка какая-то была. О, у меня две ноги. Удобно. Я думал, я чудище. Ну, вот. Нельзя обратно вернуться. Вот я хотел в первую комнату. Удобно. Так. Ну. А тут что, двигать что-то надо? Прикольненько. Так. Ага. Это точно. Проходы оказались чертовски узкими. Они явно были рассчитаны на кого-то с животом поменьше. Ну что, беременная? А. Шорткат нашли. Ага, как в Дарк Солзе. Удобно. Значит, все-таки я могу попасть в первую комнату. Интересно, что-нибудь поменялось? А как мы в первую комнату попали? А здесь точно. Лол. Не можем мы в первую комнату попасть. Это прям обидно. Видимо, там хранится какая-то тайна. В детстве я всегда представляла себе Барбару звездной девочкой. Девчонкой. Почему? А, кнопочка это залезть обратно. Я думал, может что подвигать. Подрыгать. Так. Ну, начнем с начала комнаты. Угу. Юбка. Или... Я не знаю, как эта штука называется. Я никогда не задумывалась о том, как трудно ей пришлось после такой популярности. После какой популярности? Одна в одном фильме снялась. Популярность. Угу. Дэдфулл сторис. Дэдфулл. Ну и ладно, топовый, ну... Ну ладно. Ну, может быть. Но все равно, когда это вот как дети знаменитостей, да, или там, типа, дети, которые были знамениты в одном фильме в детстве про пацана из шестого чувства. Тоже он снялся в шестом чувстве. Шестое чувство? С Брюсом Уиллисом, пацаном мелким, который... Я вижу мертвых людей. Ничего он сейчас, кто он. Все, вот и вся его популярность. Сейчас такой страшненький. Чё-то тут ничего больше и нету. Не, ну то да. Ну хотя тоже, да, почему вот я сказал так... В принципе, тот-то пацан тоже в свои там... В своем возрасте он был популярным. И скорее всего, ему тоже тяжело было. Да, поэтому... Да, я сам себе противоречу периодически. Извините. Так. Меня удивляет, что из самых разномастных историй, написанных в ту пору о смерти Барбары, Эдди сберегла именно эту. Комикс. Это тыквоголов с очередной страшилкой, навеянной самым... Невезучим семейством Америки. Назовем ее... Последний сюрприз для Барбары Финч. Вообще страшная тыква. Явно не детская. Юная звезда Барбара прославилась своим криком. Она вышла в тираж уже к 16 годам. Потеряла популярность. Но по счастливой случайности ей предложили исполнить свой фирменный крик на местном слете любителей ужастиков. И это было именно то, что могло бы оживить ее карьеру. К сожалению, крик ее с возрастом подпортился. Могло быть и лучше. Думаю, тебе просто нужен хороший стим. Однако не успел Рик ее, самый горячий поклонник, а ныне еще и бойфренд развить свою мысль, как вдруг... О, какой классный вопль. Это был Свен, отец Барбары. Он сунул ручку, руку под циркулярку и его спешно повезли в больницу. А Барбара в итоге осталась дома присматривать за младшим братишком Уолтером. Триумф на большой сцене пришлось отложить. Что ж, я слышу скорее раздражение, чем страх. А что если... Сегодня на острове гасатых бесчинствует шайка хулиганов в масках Хэллоуина. Полиция призывает жителей... Бах-бах-бах. Это что, в подвале? Похоже на то. Кстати, ты так артистично это сказала. А почему дверь в подвал заперта? Потому что папа обожает головоломки и тайные ходы. Ключ спрятан в музыкальной шкатулке. Секрет вот в чем. Крутишь ее и крутишь, пока не выскочит ключ. Спасибо, милая. Я мигом. Прошло 20 минут, а Рик так и не вернулся. И Барбара пошла его искать. Что и требовалось. Тут та же рука. Она подошла к музыкальной шкатулке. Я должен что-то делать? И пока вертела ручку, прислушивалась. Не возвращается не Рик. Но в доме было тихо. Это же музыка из какого-то фильма ужасов. Похожая. Похожая, по крайней мере. Я не могу вспомнить откуда. Из Хэллоуина точно. Аж Хэллоуин пересмотреть захотелось. О, господи. Я нашла костыль Рика и приготовилась к кучу. Опа! Ща кому-то надаем. Или бильярт поиграем. Восьмёрочку загнать. Оп! Блин, выкинул. Открыто достижение чистый стол. Ну, окей. Я молодец. А вот и восьмёрочка. Мультина. А, вот она. А, нет, это четырнадцать. Ой, ой. Я залагал. Открыто достижение этого. Это, чё-то я... Страшно. Главарь банды печально известный доктор Кэрл Хаммель. Убийца с крюком, который зарезал и съел всю свою семью в этот день ровно десять лет назад. Не пячься на меня. Ядрить тут батя, короче, рукой шваркнулся. Лучше пилу взял. Хотя, чё в ней пила. Она гибкая семья. Получила. Ничего не видно. Старый холодильник задрожал и вновь застыл неподвижно. ПЕ grounding ПЕ О, боже. Хрясь. Оооо. Рик? Ну, успокойся, Барбара, я просто хотел напугать тебя. Чтобы ты вспомнила свой крик. Но я не напуган, Рик. Я в ярости. Так и веди себя, как человек в ярости. Пока что я вижу, что ты расстроена, растеряна и... Она выставила его за дверь, но сохранила сувенир на память. Эй, Барбара! Не видела мой второй костыль. Она так и заснула с ним в руках, когда смотрела вечернее кино. Шричес и... Барбара! Уолтер, что там такое? Ох! Бегу! Но если это какая-то шутка, Уолтер, тебе конец? О, классное кресло. Ха! Бегу уже, бегу! Сейчас. Потренируй... Ну, надо потренироваться, вдруг действительно что-то страшное. Сверху же, да? Вроде кричали. Нашли чем пугать. Коньком роликовым. У меня костыль вообще-то! Уолтер, ты здесь? Я повернуться не могу влево. Уолтер, и сейчас. Но радио у кровати еще работало. Полиция острова Косаток сообщает, что это высокий мужчина с стальным крюком вместо руки. Жителям следует запереть все двери и окна сразу звонить, если увидите что-то подозрительное. Барбара обернулась, увидела человека с крюком и потеряла дар речи. Он был настроен решительно. Наф! Дых тебе. Интересная история. Но кто бы это ни был, он не собирался оставлять Барбару в покое. Ладно, Барбара, должен быть другой выход. Секунду, что там? Походу, права на франшизу Хэллоуна вообще никому не принадлежит. Потому что Майка Майерза и в сетевой сессионке про маньяков используют. И тут Музони из фильма используют. Да, наверное. Да, может быть, они сейчас права эти недорого стоят на Майкла. Майка. Майерза. Паровозик. Чу-чу. Поехали. Занято. Хватит тарабанить. Да, мы... Ну, Алекс Факт же и говорит об этом. Той ночью она играла свою роль безупречно. Молли? Тебя съела медуза? А, ну, наверное, в окно. Ну, коняшечка. Она подумала, не бросить ли Уолтера, но просто не смогла это сделать. А, мы типа за Уолтером надо вернуться. Маньяку надо будет сейчас открыть. Дверь в комнату Молли не открывали много лет. Петли заскрипели. Он не шевелился, но она чувствовала, что это, возможно, еще не конец. Прыгаем на него сверху, вот так, костылем, как... Я не знаю. В каком-нибудь игре есть такое? Суперудар там какой-нибудь? В рестлинге есть! Точно! Давай! Костылем вниз! Ну, понятно. Так это ж не отец. Человек с крюком исчез. Она напряглась, пытаясь услышать его дыхание. Но раздалось только... Дин... Донг. А может, он в подвал спрятался? Ключ-то тут торчит. Кто-то у дверей не мог дождаться, пока Барбара откроет. У дверей она услышала шепот. Свук шел с глубины дома! О, боже. Шо там, шо там? Сюрприз! Браво, Барбара! Ты великолепна! Мы тебя любим! Монстры устроили ей сюрприз. Сбылась заветная мечта Барбары. А потом она вгляделась в них и вдруг поняла, что теперь будет. Что теперь будет? Она станет очень известной. И с последним своим вдохом Барбара Финч исполнила самый лучший в жизни крик. Меня там не было, но по слухам, Барбара была великолепна. Бедная девушка. Она мечтала стать звездой. Но ее поклонники, увы, тоже питали вкус к звездам. Разумеется, полиция свалила все на бедного Рика, который той ночью пропал. А как же малыш Валтер? Он все это время прятался под кроватью. Он тяжело пережил случившееся, но это уже другая история. Что до Барбары, то все, что от нее осталось, уместилось в музыкальной шкатулке. Ее ухо. Короче, ухохочешься. Да, вот сейчас вот реально отсылка к байкам из склепа. С этим смехом. Жестко! Жестко! Эдди говорила, что Барбара просто хотела, чтобы ее помнили. Каким бы нелепым мне казался этот комикс. Быть может, именно его развязку Эдди тыры-пыры пассатижи. К мурашкам? Не, мне кажется, это отсылка к байкам из склепа. Вот этот, типа, скелет в гробу, который рассказывал там разные истории. И в конце смеялся. Как ненормальный. Так, ну что, пошли за ухом? Ну, за шкатулкой, точнее. В которой ключ. А-а-а-а, вылазить же нельзя. Че, елки, забыл. Ну, прикольненько сделано, конечно. Типа, разные стили. Похоже, теперь я знаю, почему маме не нравилось, когда я играла с этой музыкальной шкатулкой. Это че, правда, что ли? А что, если все истории здесь правда? И маньяк? И чудище до сих пор где-то здесь бродят? Вообще, как-то потемнело. Эта фотография была посветлее и не казалась такой страшной. Сейчас она еще страшнее стала. Человек-крот! Забавно, что я столько раз играла с этой музыкальной шкатулкой, но не находила ключа от подвала. А я решил, на самом деле, на улицу сходить. И тентакли. Ну, естественно. Наверное, меня сейчас не выпустят на улицу. Ну, да. Слушайте, у меня... Я беременная! Ядрить, я думал, это живот. В смысле, это свитер такой, который меня... Интересно, в музыкальной шкатулке у входа в подвалы правда есть ключ какой-то? Да я сейчас туда пойду, успокойся, я просто... Да меня только сейчас доперло. Семнадцать лет! А у нее уже пузо! Семнадцать лет. А, это пивное? Ну, надо на свет выйти, посмотри. Слушай, ну, нет, это, походу, не пивное. Это, походу, она... Гулявшая уже. Так, ребят, ну, мы уже давненько сидим. Давайте небольшой перегрибчик. Перегрибчик небольшой. Устроим, да? Сделаем. Угу. Да? Угу. Минут этак... На... Пять. Шесть. Послушаем песенку, и я вернусь через эти самые пять-шесть минут. Сейчас я песенку включу, тут песенки как раз подготовил, почти что. Почему-то у меня... Почему-то ассоциации мне предложили послушать треки из Life is Strange. Ну, да ладно. Из Хэллоуина. Это должно было быть раскрыто не сейчас для пущего эффекта. Да не, я что-то сейчас вспомнил, что она сказала по поводу живота, когда пролазила в каком-то проходе. И такая, вот, у меня там, типа, не так удобно. Не с таким животом здесь лазить надо. Я такой, хм... Чё-чё-чё, с каким животом? Ну-ка-ну-ка, вылезем, посмотрим. В общем, давайте, да. Рекламная пауза. Подписывайтесь пока на канал, вступайте в группы ВКонтакте, Дискорде, Твиттере, там... Ещё везде, во всяких, в общем, по ссылкам можете походить. Чё ещё. Поддерживайте стримеры. Подписывайтесь на канал. Ну, в смысле, сабскрайб. Всё, скоро буду. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»